вот мы дошли уже до розы бурга вот тут парковка была бесплатная закрыли что они сделали сучки такие вот территория есть поставили шлагбаум ворота все болен вот за какой хрена тут должен деньги платить скажите мне моя машина охраняется защищается от каких-то природных катаклизмов за какой хрен вообще вот скажите мне пожалуйста просто народ убирают вот таким вот бессовестным способом блин мне уже слов нету геневой капитализм но я-то нашел место вон я припарковался между камней хрен им не хочу оплатить чет там увидел чё за знак вот-вот я говорил про квадрокоптер пожалуйста фиг вам а хочется за сверху посмотреть крышу ну тут ладно какой-то фонтанчик поставили на парковке бывшей ну хотя тут все равно место еще осталось ну вот лучше как говорится сам ням и другому не дам парковка то осталось она никуда не делась по идее можно использовать но туда же надо еще шлагбаум поставить вот этот с кассовым аппаратом куда денежку кидать а он денег стоит понимаете а тут кусочек маленький а там кусочек большой вот они туда поставили уроды сюда решили не ставить денег сэкономить вот твари не могу я больше по-другому их называть такое гнилой капитализм то безобразие на всем хотят обобрать народ будут есть старый бетон ну как его называют римский до встречается ну это фиг с ним меня он как бы не смущает меня вот вопрос задался еще в тот раз когда я тут был дело в том что тут окатышей очень много в этом бетоне и вот у меня вопрос а это все-таки в горах откуда здесь так много вот этих окатышей камушек откуда их сюда на телегах возили или как вопросов как всегда не убавляется а только прибавляется ну вот этот вот розы штайн розы штайн розы бург уже у меня все начали камни путаться тут под ноги тут кстати мы подошли быстренько посмотреть перед тем как туда на камни уходить эту пушку поставили сейчас мы ее разберем потроха потому что там пародия какая-то явно так как это называется эта подставка напомним мишань на лэ как-то тублин лафет да по моему ну короче не знаю я на пушку как-то слабо похоже честно говоря столбик по моему откуда-то взяли какой-то столбик взяли дырку сделали причем сады как его огромная дырень такая тут видать еще что-то вставили припаяли сделали ну такой ой ее просто она шевелится такую пародию сделали с ней если стрельнуть тонкостенная и разорвет нафиг я вот вижу по это по толщине металла тут максимум 5 миллиметров да и и просто разнесет в кофе ну как бы да для пародию такое ну пародия явно тот кругом камни тут я когда-то ходил уже да и тут видите они все круглые такие как а катыш его там так где там решеточку поставили чтобы не совали такие нос туда длинный нос такие как я вот там видите но я по моему материал у меня сохранился тут я туда нос засовывал я поищу может быть найду и сюда поставлю потом там увидим тоже окошечко небольшое это все вниз уходит тут непонятно я смотрел там как бы между стен стена тут еще одна стена и там пространство ну естественно там канализационные трубы какие-то воткнули тут же опять же вон мы видим окна входа туда естественно нету они довольно внизу вот там окна там значит помещение есть насколько тут глубина ну в общем по территории я ходил у меня такое ощущение что тут много чего есть под землей чего мы не можем просто увидеть ну как бы он так сделали чудо его типа под шубу конечно вот это позорище полная не считаю не знаю смотрится как это вообще ужасно так все должно быть как бы с камня а вот это камень долблен и я такие операции делаю много раз об этом говорю я своими руками вот такое делал поэтому знаю как это делается берется такое зубило широкое и долбится можно с молотком если поглыбли я делал не очень глубокие без молотка ну тут вход тут уже на кассире сэкономили лёва такой на кассире тут сэкономили короче брали кассира нафиг сказали ты денег стоишь и там где-то друг говорит этот кассовый аппарат поставили обелечиваться а тут похоже это жернова что любая но что-то похоже как на песчаник по моему это пародия какая-то конечно это пародия как можно песчаником вообще что-то молоть он сам весь сотрется моментально пародия в общем скорее всего но хотя вот это тут может быть тут какой-то литой бетон какой-то какой-то интересный камень ну как бетон похоже на бетон какой-то сейчас мы сюда зайдем но тут похоже вот этот дворик сейчас не знаю проход есть нету тут я все в принципе показывал как бы можно где-то это найти у меня на канале наверно странная история плейлист ну кому лень искать мы сейчас еще раз покажем и вот сюда мы заходим тут какие-то металлические старые остались сюда древние гнили со всеми сюда припели где-то подобрали с улицы какие-то остатки спускаемся у нас михаил с батиком ходит который я делал и тут кассовый типа аппарат обелечиваться а там чё у нас дверь это пропускная да а как обратно тоже с ним да наверное а куда куда его тыкать вообще какое место билетик не понял юмора давай посмотрим сейчас кто нибудь купит вот такие вот тут металлические где-то по насобирали чугун что я непонятно не без труда но все же зашли мы в эту карусель пошли мешать пипец просто так кто-то тут с виноградом кстати у маленького чё там ребенок непонятно ноги где-то козлиные что ли приблизить не реагирует видишь мешать иначе га такие ноги делать ну тут типа что-то под полигональную вкладку типа сделаю о дверцу не замуровали прикинь мешаем вот там ну-ка дай-ка сейчас мы быстренько никого нет проверим что там такое держи может я не туда попадаю сейчас я фонариком то свечу потому что надо точно знать куда бить так где там нет и правильно бил так на камеру сейчас попробую это снять как-то это остекленение блин ну-ка чуть-чуть да и не посвятишь толком очень неудобно ну короче какое-то как остекленение вот посмотри мешать это вот было наконечники на паутине а что-то блестящее его блестит да вот на наконечник что-то попало что это такое я так не в тот раз не понял и в этот раз тоже не могу понять вот где стены так сейчас и стену снимаю так теперь камеру мне надо попасть как-то он тут таким вот так вроде видно да что-то там блестит непонятно и она ты кусочки эти выкинул или нафига они хрупкие или чё ну вот михаил говорит кого то что на наконечник отколол говорит как стекло то есть это не битум явно причем вот эта вся стена она там до потолка но чем-то обработана как бы вопрос чем непонятно совершенно но это не битум не знаю ну непонятно в общем ничего мне это толком не дало единственное что я понял что это не битум чем это обработали там эти стены интересно ну такой не очень высокий к сожалению ну входа нету никуда вообще практически тут одно кафе только есть туалеты и все больше никуда зайти нельзя это конечно стрёмно очень стрёмно ну сейчас мы тут походим немного так покажу такие вазы это уже явный такой похоже какой-то новодел из чего непонятно от это конечно какие-то древний остаток явно весь практически сгнил это ну литьё какое-то какое-то литьё с гипсом наверно непонятно чем вроде как бы тверденькое такое с чего литьё вот это вот вот этих статуй смотри где-то осколы гипс наверное да что-то похоже на гипс какой-то на это ладно так делу на что интересно и нам наверно пойдем наверно вот так по кругу пробежимся быстренько я-то уже территорию знаю это мне проще тут ориентироваться михаил первый раз тут поэтому а лет десять назад был говорит просто забыл уже ну да 10 10 лет это срок у пушечки тут такие пародия в общем это там еще миниатюрные пушечки стояли а тут получается что закрыто сейчас то есть вот этот кусочек они вообще закрыли вот закрыто но этот колокол тут висит нафига он тут нужен не знаю там маленькие пушечки стоят где-то пойдем тогда сюда вниз вмешаем сюда наверно вернемся потом тут потому что там с той стороны вообще ничего нету на тут такое как туннелем сделано ну и там вот внизу сам со стороны дороги которая внизу проходит потом я покажу эту дорогу там есть очень много похоже как бы на сливы да я ходил туда заглядывал какие-то шарики непонятно с чего на вещь что в металлические что ли не там в общем вот эти вот похожие которые на сливы они некоторых просто земля он как бы функции вроде как у них никакой нету да а другие в каких-то я видел там крупный камень ну камень понятно воздух хорошо пропускает скорее всего это не столько сливы а сколько отдушины ну тут кирпич мы видим туда шуба ну вот эта шуба еще я помню учились и учился когда у нас там делали учебный корпус шубы такая позорище вообще тогда еще угорал кто же до этого додумался вообще нафига вот такую пакость делать пакость во первых серая срёмная не знаю кому это вообще на ум пришлось делать шубу а тут что-то напоминающее так напоминающая полигональную укладку да и вот сверху мы видим вот этот старый бетон типа римский да вот тут мы наблюдаем и в нем много окатышей именно но окатыши где у нас окатыши у нас обычно на море да откуда их тут набрали этих окатышей а непонятно и мы сейчас дальше пойдем еще много покажу этих окатыши они тут повсюду где вот на набрать щебень с окатышами тут практически в горах вот даже на пол посмотрите он весь просто из окатышей вот такая колонна вот сверху вот этот тоже бетон интересный такой вот немного вам похоже на песчаник но это явное литьё тут уже какой-то камень шлифовали тут еще один ставленный с этой стороны два камня ставлены мешайте где михаил уже в туннель ушел ну сюда я сейчас еще зайду просто отсюда хотел показать там на потолке там бетон видно арматуре на просматривается и кого это отверстие сделано на фига тут отверстие представление не имею интересно тут что тут у нас ну что-то слепили вообще непонятный функционал как бы справа колонна какая-то стоит сверху с камнем от тут ты уже через туннель прошелся колонна тоже литьё какое-то причем интересно похоже туда это кирпич что ли использовали во внутрь ты посмотри ты видел чем подобное посмотри на колонну вблизи а вот эта колонна уже более интересная странная такая ну похоже тоже на литьё но очень видно твердая что-то похоже на мрамор да вот смотри мишань тут как мрамор прямо гладкая такая а тут шершаво сделано но материал тут тот же самый в общем тут все вперемешку сейчас тут разобраться вообще нереально тут похоже лепили все сподряд и в разное время соответственно сверху вот просто бетоном залито явно тут где-то кирпич шубой залили тут и кирпич и песчаник и литьё какое-то все очень чуть что хочешь тут когда-то мозаика было явно и и все отколотили какие-то да здесь крест сады здесь сюда смотри в тормашках ага да это чётное внимание не обратил внимание а почему он кверх ногами но это одеты здесь нормально он и тут кверх ногами стоит сверху вроде как постамент получается а если колонну кверх ногами поставили или верхнюю часть кверх на да 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 или колонна возможно это часть да ну внизу да вижу же с бетона сделано тут вообще он бетон уже рассыпался да скорее всего кверх ногами такое впечатление поставили тоже наверно не не обратили внимание видать на крест воткнули только один крест да ну похоже похоже на мрамор да вот это вот что-то как искусственный наверно мрамор но чувствуется прям он такой гладенький местами вот но сверху литье вот эти вот каргуши какие-то птички какие-то злые с злыми мордами а вот дорога кстати вот тут прям проходит дорога ну пойдем через туннель пройдем вот это кстати тоже а нет это другой материал совсем это уже какой-то тоже литье какое-то тут вот что-то тоже литье какое-то непонятное но вообще интересно конечно тут но я видел же тут камни обдолбили вещь это как я говорю и тут что-то сделали в виде полигональной кладки немного так сымитировали да ну конечно до полигональной кладки тут как бы далеко вообще и близко не стояло сверху бетон ты посмотри там он весь в аква катышах этих а тут явный гипс какой-то да он даже арматурина осталось ну короче тут налепили это вообще дерево нормально сверху главное гильзовая стоит а это деревянная там такая же с той стороны любуда налепили короче все видать остатки какие-то насобирали и лепили тут да вот это колонны чем мраморные такое впечатление да прикинь точно она фонариком посвечу они мраморные вон смотри как блестит не пустотелые нет вроде вот это мраморная часть вот колонны так что-то у меня ну-ка повернись блин заколебал уже день зависнет стабилизатор надо обновить ну это то явно понятно плита новодельная а колонны представляешь как выполнены интересно вот как с какого времени ну похоже этот искусственный мрамор да этот этот гремится думаю что тут брончит михаил тут играется ну ладно пойдем в этот туннель пройдем да тут налепили конечно по полный все с подряд тут вообще бетон опять же бетон какой а тут вот слоистый камень такой вот он под наклоном здесь такой интересного так под наклоном прям весь тут дверь когда-то было замуровали досками толстыми толщинными досками ну и тут такую как туннель прорубили что-то по заливали хочу за камень тут ничем нибудь своим инструментом тоже есть инструмент сейчас о звездняк и не ломай блин а то сейчас все тут рухнет нам на голову тут нафига дырочка вода сливала сюда вентиляция тут как бы дверей нету нафига тут вентиляция это известняк ладно все ну тут шубой залили конечно шуба позоришь вот это так вышли мы на эту стену ну и тут вот я говорил этот старый бетон он весь в окатышах окатыши есть очень очень прям круглые как ну гальки да не совершенно гальки такие и все просто в этом в этих камнях таких много вон смотрите какие они кругленькие есть просто окатыши весь уже совершенно круглые а вот это уже свежачок от 7 современный на поэтому сколько лет мне просто интересно откуда они столько камня вот этого набрали да ну тут серёга недалеко в петленбурге живет он говорит у него на дочь на даче копаешь и говорит окатыша очень много откуда-то в горах тут как котыш вот тут похоже тоже налепили из сего и песчаник и бетон и второго вида бетон тут солнце мне засвечивает я не вижу нифига тоже какое-то литьё но такое мелкодисперсное с песком что-то на бетон не похоже это вот опять такая же розовая резаная туалет и чудом за камень такой торчит интересно но это уже более видать современные налепили как тут тоже бетонное литьё какое-то одна разрушена сверху видать что-то еще было все пора по разломали он какие-то камушки ну там с такими камушками налеплена мы еще увидим что-то такое непонятно так а где эти отдушины вот сейчас покажу они вроде как бы но их много очень вот тут раз два три сразу в одной да а там есть еще больше на тебя не дам как бы вроде выглядят как сливы ну как я говорил уже заглядывал они там есть местами крупные крупные такие огромные камни засыпаны если камень значит воздух пропускает возможно нам где-то горит еще что то есть то что вообще неизвестно даже где вход вообще представление не имеет 22 таких шара обе стороны ну и все пошли мы наверх сейчас мы куда-нибудь там выйдем посмотрим куда скарабкались поедем многочисленным ступенькам но это уже я не знаю конечно но по-моему современный не пойму что за камень такой блестящий пешком блестящий вроде похоже на мрамор что за уровень не вроде нет вот чаша вроде похоже на мрамор да вот верхняя а чаша тут это на болт прикручена тут наверно что-то еще сверху стояла когда-то тут какие-то сливы так сделаны аккуратненько тогда интересно да это мраморная чаша нифига себе какие тут вырезы но не непонятно возможно это скорее всего это искусственный мрамор сейчас мы сюда наверх заберемся там вот эти вот такие птички опять со злыми мордами в виде сливов тоже какое-то непонятное литье как бы на ракушечник похоже немного может и ракушечник надо весь камень изучить мешать слушай ну это явно уже свежачок да только нафига ее сюда прилепили не пойму ее она же за форов этот слив зачем ее сюда было прилепить просто уже ну лепили лишь бы что-то прилепить а это чего у нас не мраморная случайно конструкция нет похоже но нет вот это вот смотри тоже литье да тоже все тут литье практически все и причем из разных материалов тут чё ты увидел а ну ну да тут я говорю я в тот раз тут был смотрел тут походу во все времена лепили каждый добавлял свое время какое-то типа надгробия но не знаю там есть что нету там мозаика вся зачем-то отбитая кем-то непонятно вандалы 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 лазят сюда ломают отбивают делать нечего как говорится ваза такая представляешь вылили ее ну такой бетончик какой-то интересный а глубина упс не очень глубокая и по идее на улице стоять там цветы должны расти тут вот не поленились вот так камушек of налепили сюда он не лень же было это типа красиво да ну может быть камня кого-то и красиво так все видимо башню но тут эти какие-то фамилии интересные я помню читал бутоны или как-то или буфоны до буфоны монтеверде за монтеверде но похоже фамилии это не немецкие гальдоне гальдоне носатый какой сады и этот с прямым носом тот с горбатым а это кто гаталяне у тех как там этот олег то говорит вот эти переносицы то все такие да прямые у одного только горбатый нос и кстати по воде вот тут я сомневаюсь что тут стоит какой-то насос скорее всего тут весь источник воды вот так его замуровали вот так вот и тут постоянно вода бежит я сейчас попробую с другой стороны послушать насос все равно должно быть слышно я сомневаюсь что я что-то услышу скорее всего тут какой-то природный источник до мешать как ты думаешь согласен ты со на них вот он что-то он отчета выключился типа типа все источник завязана замерзает вода кончается что-то он убавился он меня услышал представляешь все выключили воду сейчас мы обратно будем идти посмотрим италия причем здесь италия вообще ну пошли в этот сходим да ладно не дождут бабки решили скассировать вы представляете не было когда я с вас разбил вот этой фигни не было возможно там и насос стоит может быть я и ошибаюсь вот тут вот эти вот птички злые и камень интересный какой-то не твердый вроде как бы не знаю не мрамор но очень твердый видно все по треска сегодня да это хороший раз тоже с юриком тут задавались на во первых дверь одна закрытая замурованная и камин причем труба туда идет мы посмотрим мы смотрели сверху ну тут железом что-то закрыли для чего-то и тут кстати до прямой выход есть ну как бы на сегодняшний день такое сделать да ну вообще тут как в качестве вытяжки я сомневаюсь что он будет работать потому что тут ну как тут может смотри окна да или что это его как тут может вытяжка работать но никак вообще тут не может работать тут будет всего так дым везде тут летать тут вот завихрение ветра тут и кирпича я все что могли налепили но наверх конечно я выйду вид пас показать только это непонятный камень но наверное скорее всего тоже лечу какое-то тут почти все да все наверх не пойдешь пошли там вид такой прикольный а сверху прикольно посмотреть это вокруг а сколько вошло ты считал не больше десяти человека кто вы кто считает а чего больше 10 человек завалимся или как 20 поместится пол залили какой-то фигней она все это а часы тут были солнечные вот здесь вырвали вандалы вандалы это конечно нехорошие люди совсем ну а тут тут все современное понятно вот эти вот вот эти вот фигни все современные но вид тут вокруг смотри как вот тут замок как болен что да ну надо посмотреть загуглить посмотреть что там есть как работает вообще работает ли он вообще может быть когда-нибудь мы его посетим интересно что-нибудь посмотреть ну вот эта труба она видать что выше была ломали да тут конечно технологии шикарные особенно вот это мне больше всего нравится вот эта вот технология шуба самая шикарная технология ладно пойдем по парку пройдемся еще немного и домой на сегодня хватит ну тут мы тоже ходили с юриком еще до колонны все по обломана колонны непонятно что-то твердое что непонятно и вазы какие-то но это явно все вот литье тут он такие вот ставки какие-то они тоже интересно с какого-то как песок какой-то шарик той стороны и вот они вот такая у них функция вот этих вот злобных рогатых птичек там вода стекает чуть-чуть там похоже эти какие-то гранитные плиты стоят ну да конечно прикольно сделано но как бы сказать много разрушений или много недоделок да сейчас соберем бихаил горит монетки туда бросают люди зачем-то он двушки 10 реки же там но в основном меди медики кидают зачем-то я говорю сейчас мы соберем медь там гранит кстати мишань мы возле второй скалы забыли мультиметром то проверить москвы здесь проверим где-нибудь пойдем он там день проверим парк вообще как бы красивый разговора нет правда исполнение вот это все это что уже слишком много разрушений такое все полу разрушенного много много видно такого прям явно новодельного даже не пытались реставрировать давай тут посмотрим посмотрела мультиметр ну тут совсем ничего ну в общем как как обычно взял допустим 30 и там до 10 свалилась и 10 скажем держится вот ты мишань с такой технологии знаком я вот прошлый раз смотрел но тут явно колонны когда-то были тут какие-то остатки что-то от них прилепили с кирпича тут в общем налепили тут все с подряда вот подойди к вот этим вот лёвики не знаю кто это крылатый вот это задрели как песок да ну ты знаешь такой бетон и честно говоря не не сталкивался если его близко посмотришь он да такое ну как будто весь из песка состоит за вот так близко покажу такой весь из песка кого чем его склеили непонятно непонятненько тут явно тоже какие-то колонны были такие вот причем вот этот да то ли он потресканный то ли непонятно то ли с разных камней как-то склеенный странный такой остаточек да там тоже что-то закрыта только как к там комната да там там комната какая-то они смотри сегодня открыто но ни фига себе а чё это они открыли представляющийся фонарик достану темновато будет прошлый раз но с юриком когда были не моргай или тут было закрыто ну все из кирпича сверху бетон а тут тут причем дерево представляешь явно тонкий слой снизу бетона залитый чаша сломалась видать весь ваза вот это потом ее так прилепили ну прошлый раз она такая же была без изменений ого ни фига там много железа там не просто кусок там огромный кусок железа ну ну такой парк по кругу тут чуть тут еще вниз можно спуститься там а кстати вот там можно посмотреть вот этой гальки очень много а это уже освежи освежили да по ходу нога видно как чем-то покрасили освежили пойдем вниз сначала сходим потом чуть поверху пойдем тут такая похоже бронзовая дома стоит с трубой да в другой руке непонятно как кусок вот этого типа плаща у нее или что-то накидки но странно ветром наверно сдуло вся она голенькая и вот оттуда с самого верха водичка сюда вот так поступенчато стекает 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 но тут конечно вот такими мелкими камушками кто-то заморачивался тут выкладывал это представляю это действительно надо заморачиваться ой и ступень какая высокая тоже обновили статуйку это мраморный вот тут сбоку знаешь где вот это вот тоже такое непонятное конструкции да какие-то да но не очень похожи что-то такое я тебе против говорю ты представляешь вот такими камушками закладывать его тут видишь вот этот же опять же бетон и у него вот этих окатыши очень много да и вот это она все вот так по кругу идет что заложили там не знаю может быть тоже что то есть а может и нету сейчас там заложили все под закладывали замуровали а это вообще что-то типа керамики пустотелы такая статуя свеженькой убедать поставили я трогала пустотелая поражем и с другой стороны вышли мы по верху теперь не пройдем пошли туда пройдемся все по верху тут все вода закончилась до непонятно куда она только уходит он труба да у нее по ходу и сливается сегодня ряд не получится вот так юрик тут фотографию делал вот эту статую в отражении так это непонятно какие то ну тоже литье явные монументы или что это каменный столик каменные стулья лавочка мрамор прилепили и тут статуэток кучка 1 заодно их обновляли но что-то краска на краска какая-то это последний раз мы были тут они не были обновлены видать после нас обновили но она уже опять все облазит нехорошая видать краска какие-то вроде дети и целуются все до ну знаете как это купидоны купидонов что-то еще пытались замалывать еще какие макароны ага тут одной нету явно такая же была что-то они тут то ли дерутся то ли непонятно они целуются другие дерутся ну и тут еще одно было закрытое помещение ну сейчас мы уже видели одно открытое хотя в прошлый раз было закрыто там данный момент выглядит как подсобка бревнышки лежат дрова да да вот там бревна лежат ну жить конечно тут прикольно что отсюда пойдем там внизу все равно ничего не вижу тут мы видим только стулья прикольные представляешь у них еще и форма как бы удобно сделать хорошую теплую погоду конечно прикольно тут посидеть на вид тоже ничего там стена это просто как забор виде забора выполнена ну и маленький домик там что-то ископали ну в принципе все там еще один мостик есть там это башня где мы были такой парк довольно не маленький ну скажу так жить туда прикольно конечно через этот будем проходить до ноги уже подустали чё там мостик он весь такой с полу бетона полу камней тут птички какие-то попугайчики по моему то павлины наверное давно было сейчас тут попугайчики курочки ну в принципе все а чё там попугайчик сдох что ли он лежит ну точно его даже и не видит он сдох статуэтки его вижу с закрытыми глазами глаза завязали типа типа ну понятно рука видать репка или литьё а что то такое интересно внизу дверь и сверху дверь в смысле а ну да ну чего то тут явно не хватает дверь над дверью это как минимум странно выглядит чего то явно там не хватает это ты так кольцо загнул и тут смотри такую сделали дверь на замок закрыли понятно что сейчас не рабочий ну так мы были два или три года назад не было этих дверей ни этих ни тех там внутри ну короче плохо видно стекло отражает разве угли она не стеклянная я даже не вижу что она открытая обалдеть проход вон туда мне как бы не интересно не вижу что смотреть я вижу вот там тут за вот этим автоматом там идет помещение куда то вниз уходит мне туда хочется заглянуть а то этот автомат разы поставили и все типа ну и тут какие то вон замки фотографии какие то может какие полезные есть надо отснять потом почитаем посмотрим может какие то еще сохранились так но это талия вот это вот и вот это так это что у нас там берлин берлин я не помню такого так ладно это подожди это что это Хальбер считает это нету этого давно уже так да просто жесть а тут это этот замок да я тоже где то натыкался на эту фотографию давно в гоглях еще думаю нифига это по моему знаешь не театр ли вот где у нас был да вот такое здание у нас в городе было представляете его снесли да даже напоминание но если сам не поищешь не найдешь ну что все на сегодня пошли на выход находились ноги гудет ушек этих тут пародийных натыкали так ну вот с этой стеклянными стенами я так к сожалению не понял что это такое очень жаль там цепочка и там видишь окно ну вот то что я смотрел автомат туда помещение там помещение там похоже еще очень много помещений да вот тут что закрыто вот представляешь сколько тут это получается один два два три четыре пять шесть этаж ну пять шесть этажей да где-то так ну если еще считать там внизу явно этаж потому что с той стороны я показывал окна да то шесть этажей это как минимум тут и представляете все это и вот это все закрыто что там внутри мы могли бы увидеть ну остается только так пофантазировать что за остекление не понял все равно хоть и постучал еще раз постучать что ли да я постучу ну вот смотрите вот это 4 сделал специально он очень-очень острый то есть я его заточил вот у меня если я ткну я палец проколю сразу я попытался она как по стеклу так джун джун скользит и все даже но если бы это битум было бы сразу в него воткнулся скорее всего таким острым с такой острой спицей но увы чем-то это заделано стены непонятно как выглядят они они выглядят как оплавленные да вот это самое интересное но не знаю может быть есть что-то чем могут так обделывать я например такого не знаю не могу сказать для меня это что-то немножко как бы интересно в общем мы поняли все что смогли показали мы поняли что тут очень много чего закрыты возможно очень интересного но опять облом на этом пожалуй все поехали мы домой на выход так крутится нормально калитка узенькая конечно хорошо но это не очень габаритные то есть вот я прохожу прям вот прям впритык против втерся но если кто-то такой на килограмм 150 ему будет тяжело тут пройти и так тут дверь кассира это я уже показывал там окно хотел показать ну ладно в принципе я уже показывал окна вот тут где-то так вот они близи эти окна я говорил уже да вот там еще как бы этаж явно есть там внизу я спускался отсюда не видно сейчас отсюда тоже не видно короче там есть еще окно под самое это вот под мостиком там окно есть сейчас я посмотрю быстро получится нет не не получается вот там вот под мостиком там еще тоже окно есть оно пониже но там вот вот этими камнями вот сейчас приближе видите похоже на отдушину да видно отверстие такое как бы отдушина там отдушина тут отдушина в общем сколько тут внизу всего даже представить себе не можем сколько закрыто чего мы не видим к сожалению жаль очень жаль но ничего мы поделать с этим не можем ой что это у меня случилось провод провод прицепился стабилизация потерялась все сегодняшний день путешествие у нас закончились на этом пожалуй все это что у нас круглые камни какие-то похоже гранит это это нет не нет 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 и нет скорее песчаник а тут то ли литье какое-то то вообще бетон еще ну все друзья надеюсь вам интересно было посмотреть что мы тут увидели много окатышей вот таких вот гальки технологии тут все сподряд наверное от какого-то древнего бетона до самого современного гранит песчаник все что хочешь кирпич и так далее в общем все на этом все всем удачи счастья здоровья пока до новых встреч